Стали известны имена победителей и призеров выставки конкурса «Ямальский вернисаж», и жюри признается, им было нелегко. 90 участниц представили почти 300 работ. Кто стал лучшей рукодельницей, знает Оксана Шосток. «Ямальский вернисаж» восьмой раз объединил муравленковских рукодельниц. Их работы презентовали в Эколго-Крывеческом музее. Здесь же состоялось и честование победительниц. И управление культурой нашего города, и партия «Единая Россия» поддерживает наши совместные мероприятия. Это радует. Но еще радует и то, что нас начало поддерживать и градообразующее предприятие «Газпром» «Ефть Муравленко». Мастериц оценивали в двух номинациях. Обладательницей высшей награды гран-при стала Татьяна Ковтун. Ее сказочные куклы приковывают внимание каждого. Мельчайшие детали, цвет и стиль. Они безупречны во всем. Татьяна Анатольевна на работе. От Еремениевича. Мы приглашаем всех на нашу выставку в январе. Среди профессионалов первое место заняла Ирина Иванова. Среди любителей – Людмила Кондратенко. Победа и признание таланта – высшая награда для рукодельниц. В прошлом году я представляла ожерелье из кости и мамонта, рога, лося, оленя. А в этом году я решила сопоставить две техники вместе. Это джутовый шпагат совместить с кожей, мехом и костью рога, лося, оленя. У меня были уже приз в рикторских симпатий. И еще какая-то номинация была. Ну, хотелось, да. Но я не ожидала первое место. Потому что многие любят бисер и вдохновляются бисером. Я думала, работой бисером первое место будет. Я знала, что моя балерина всем нравится. Татьяна Колбасова в конкурсе «Ямальский вернисаж» участвует во второй раз. В прошлом году был диплом за участие. В этом второе место в номинации «Любитель». Целый год она готовила свои фарфоровые куклы к выставке. И не зря. Я увидела их в интернете. Мастер Алин Вальтерс, Дженнифер Эстебан. И, собственно, отливки – это их. А образ уже я придумала свой. То есть мне очень хотелось не кукол. Мне очень хотелось этих девочек. Вышивка крестом, декоративное вязание, изделия из фоамирана и бисера, уникальные куклы и украшения. 90 участниц представили на суд зрителей и жюри. Около 300 работ. Каждая достойна награды. И каждая из них – шедевр. Оксана Шосток, Анатолий Шуликов. Новости. Муравленко. Новости. Муравленко. Новости. Муравленко.